Добрый вечер, Славович. Сегодня у нас в гостях Виктор Анатольевич Гриза. Ну, Виктор Гриза, будем, наверное, называть его. Так сейчас модно, без отчества. Мы с ним уже когда-то встречались, но по поводу поэзии. А сегодня совсем по другому поводу. Итак, Виктор Анатольевич Гриза с 89 по 93 год играл в команде КВН ДПИ. Позже Dream Team был режиссером-постановщиком церемонии нового терминала Международного аэропорта имени Прокофьева, а также официальной фонзоны Евро-2012 Донецкая, провел более 150 культурных акций, в том числе День города, День шахтера, День металлурга и так далее. Активный участник музейного сообщества и защитник культурного наследия, кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры Украины и, кроме того, куратор инициативы малой культурной столицы ОФР Open Format Art Residence. Будем прямо говорить об Open Format Art Residence. Вот изначально, насколько я помню, даже рекламный ролик был, она называлась как Art Residence семантического сюрреализма. А потом она изменила название, с чем это связано? Семантический сюрреализм – это направление, которое сформулировал Юрий Расин, живущий уже несколько лет в Славутиче, приехавший сюда из поселка Никита под Ялтой. И называть резиденцию направлением мне показалось недостаточно понятно для тех, кто может принимать участие, потому что кто-то может себя относить к этому направлению, кто-то нет. Мы как кураторы, как организаторы отдела культуры Славутич в целом понимаем, что искусство ограничивать не стоит, вводить какие-то рамки. Мы сами решим потом, что семантический, а что сюрреализм. Мы очень рады всем, кто сюда приезжает. Поэтому и назвали, собственно говоря, Open Format Art Residence, подразумевая, что… Воздушное открытое пространство, в которое может войти любая… Тем более для Славутича это очень хорошо, потому что город, как Атомоград, был достаточно закрытым, моногород и так далее. Сейчас он открывается миру, он работает, так сказать, на экспорт уже. И поэтому любой сюда приехавший, он же и турист, он же и художник, он же и фотограф, и кто угодно, welcome, как говорится. Хотя для меня вы открываете тайну, что он был закрытым. Не был закрытым город Славутич никогда. Это не тайна, это миф, который сложился, внешний миф. Город солнца, значит, все там по высшему разряду снабжения, все такое. Сформировался такой миф, мы же иногда работаем не с реальностью, а с тем, что надстроено над ней. Вот смотрите, ваш проект, вы, куратор этого проекта, арт-резиденции, вот с моей точки зрения он был как-то мимо, пройден мимо публики, очень мало было рекламы, очень мало было вот что-то открытого для Славутичан. Вот что, с точки зрения, примечательного и интересного прошло в начале сентября? Ну, условно говоря, там, по-моему, с 1 сентября по, ну, практически по ЗОСе. Специфика этого проекта состоит в том, что сюда приезжают люди работать, да, сам процесс работы показать очень сложно, поэтому, когда возникал вопрос у фотографа, у медийщика, который сопровождает все инициативы проекта Славутич «Малая культурная столица», где будут работать ваши люди, как, значит, их фотографировать, было очень сложно ответить, потому что это не пионерский отряд, который ходит с троем, значит, и нацеливает свои объективы все на один объект. У каждого свои рефлексии художественные, каждый хочет проникнуться городом, и чтобы город принял его как часть, поэтому это была, скорее, персональная, индивидуальная рефлексия на тему Славутича, и это не было как шоу, да, это не было заметно со стороны, так, скажем, как прошлые два раза в 2019-2020 году, когда арт-резиденции практически состояли из выставок, открывались выставки, одна за другой, мы видели, замечали, но фактически как бы резидентура не осуществлена была, потому что мы мало работали с городом. В этот раз поставлена задача, люди, которые приезжают сюда, фотографы, графики, скульпторы виртуальной реальности, медиа-артисты, они видят город, они воспринимают город, и потом, уезжая, а пребывание совсем недолго, там по пять дней на каждую группу, уезжая, они дорабатывают эти все свои художественные идеи, воплощают, и потом отдают нам в виде экспонатов нашего нового музея искусства Славутича. Отчетное мероприятие у нас 25 октября, к этому моменту будет очень... — Может, у меня будет последний вопрос? — А мы не заканчиваем, да? — Не заканчиваем. — Это будет уже, так сказать, финиш нашей работы, потому что те же скульпторы виртуальной реальности, они долго работают, ну это создание цифровых образов, погружение их в среду городскую, для того, чтобы посмотреть, можно было. Сложные вещи технологические, поэтому сейчас работа продолжается, и, собственно, пребывание здесь резидентов было три раза по шесть дней, фотографы графики, потом виртуальная реальность, потом медиа-арт. Медиа-арт отметился, скажем, проекцией на фасаде киноконцертного комплекса, и потом в зрительном зале, что достаточно непривычно, и Славутич в этом смысле буквально как пионер этого всего дела, виджейинг, обычно осуществляемый на открытых каких-то площадках, в рамках фестивалей, там, смежных жанров, был показан как большое кино на большом экране в зрительном зале. Вот проекция на фасаде и виджейинг в зрительном зале, вот было, собственно, два таких публично примечательных события. Хорошо, вот я как раз хотел бы на нем, на 3D-мэппинге остановиться, на киноконцертах, это действительно было зрелище, я летом этого года видел французскую весну, ну, что-то подобное, может быть, чуть более мощное, потому что там как бы и памятник покруче был, чем просто киноконцертный комплекс. То есть, ну, смотрите, вот на это мероприятие тоже было очень мало зрителей, хотя вот оно было достойно. Достойно, потому что вот после того, как мы показали сюжет, у нас было больше всего комментариев, а почему вы не рекламировали, мы бы тоже пришли и так далее. Но зрителя было реально мало. Я специально отмотал историю назад, вот ребята ваши сообщили о том, что приходите в киноконцертный уже 16-го в районе 20 часов, а мероприятие начиналось в 21, ну, даже позже немножко, в 21-30 где-то началось. Вот все равно как бы мало рекламы было, потому что вот это то, что действительно не каждый человек может увидеть. Для такого маленького города, как Славутич, это вообще уникальное явление. Для Киева это понятно, там подобные вещи, ну, раз, два, три раза в год проходят. Для Славутича это уникально. Дело в том, что проект «Малая культурная столица» запустился достаточно поздно в связи с тем, что в руководстве Украинского культурного фонда были изменения, попечительская совета, затягивались договорные процедуры. Потом наступило лето, нам пришлось переносить наши резиденции, они были распланированы там июль, август, сентябрь, переносить их на сентябрь. Участники, это все профессионалы, это взрослые люди, которые где-то работают. У них свои планы, так сказать, были. Опять же, аренда техники необходимой и всего прочего. И, в общем-то, была определенная такая, как бы, работа проведена, чтобы удостовериться, что это состоится. Оно состоялось, но уверенность в том, что это состоится, наступила немножко позже. То есть, оно фактически, условно говоря, за час до мероприятия они поняли, что все будет как надо. Ну, допустим, нужен был широкополосный интернет, там с большой пропустимостью, да, и отдельно договаривались с макетом, который там включал эту пропускную способность. Где-то нужно было фонари выключить, а это тоже там треть город, ну, такое момент. Эти нюансы я понимаю. Ну, просто вот за счет этого вы немножко, ну, как бы, вот ваше направление, оно немножко потеряло в зрителях. Кстати, в зале на виджейнг, в киноконцертном тоже фактической зрителей было очень мало, если честно. В этот день был концерт, насколько я знаю, на сцене. А какой смысл? Может быть, не стоило соединять концерт и виджейнг? Я понимаю, что на виджейнг, наверное, не пришлось бы столько людей, сколько на концерт, но на удивление и на концерт было мало людей. Ну, хочу сказать, что воздействие этого продукта, оно не заканчивается с тем, когда выключаются проекторы. Да, мы из этого делаем цифровые объекты, цифровые экспонаты нашего музея искусства Утича. И впоследствии это все можно будет смотреть в очках 3D-реальности либо на большом экране. Это все остается. И более того, оно уже в открытом пространстве, в Ютубе есть. И люди, которые это делали, они победители международных соответствующих конкурсов, скажем, в Голландии Гран-при. Еще в других странах. То есть по этим, так сказать, параллелям информация распространяется, что в Слаутиче было нечто уникальное, что позволит в следующий раз привлечь других. А скажем, люди, которые могли прийти посмотреть, они могли и не прийти, и не посмотреть. Вообще в Слаутиче с этим очень такая интересная ситуация. В расчете на жителя масса страниц, масса всего в Телеграме, в Вайбере, везде я подписан, вижу, как это все объявляется, распространяется. Ваше телевидение об этом говорит, другие об этом говорят. В результате всегда находится большая часть людей, которые говорят, мы не знали. То есть надо было постучать в дверь и сказать, Леопольд, выходи. Специфика нашего города. Но, кстати говоря, вы затронули очень интересную тему. В одном из интервью вы говорили, что самое важное – это интеграция в ту громаду, в которой вы находитесь. Это вы, по-моему, обсуждали, не помню, но, по-моему, какой-то из фестивалей и проектов это было еще в 2015-2016 году. То есть по этому, в принципе, вы должны были знать, что у нас специфическая публика. То есть вы должны были использовать все рычаги, я не знаю, вплоть до того, что там газеты вывешивают на улице. Ну, это я просто как для примера говорю. Хорошо. Ну, я понимаю, что вряд ли вы живете жизнью города. А вот на прошлой сессии у депутатов было желание создать темчасовую комиссию для того, чтобы провести финансовые затраты. В частности, вот по этому проекту по мэппингу. Вот вызвало как бы сомнение или удивление. Аренда оборудования для 3D мэппинга составляет 544 тысячи гривен. Ну, очень серьезная сумма. Сколько стоит само оборудование? Ну, во-первых, я хочу сказать, что я живу жизнью города, потому что я ФОП, который зарегистрирован в Славутич, я плачу здесь налоги, я плачу коммунальные услуги, я понимаю, что сейчас происходит с вывозом мусора и все. Не все жители смотрят сессии. Я просто вам как бы страничку из сессии из последней. Да, это очень поверхностное восприятие. Я нигде не видел там сумму 500 там с чем-то на мэппинг. Я специально проверил. Нет там такой цельной суммы. Это ряд мероприятий на все изготовления, на пребывание и так далее. Нет, ну это же убийственная сумма. 500 тысяч просто показали и выключили проектор. Такого нет. Вот ассоциация вызывает именно такое, потому что там именно так и написано. Аренда оборудования для 3D мэппинга. Поэтому я не согласен с этим утверждением. Во-первых. Хорошо, мы смотрим потом уже после нашего интервью. У вас есть твоя точка зрения, у меня есть твоя точка зрения. Во-вторых, депутаты вполне, конечно, могут озаботиться расходованием средств. Понимая, что 30% общего бюджета малой культурной столицы идет из городского бюджета. 70% идет из бюджета УКФ. У меня вопрос, депутат. Вы хотите проверить, как в УКФ утверждали нашу заявку, насколько пристально и насколько это соответствует? Я не депутат городского совета. Эта тема была, поднялась. Это вы можете к ним обращаться. Эту тему подняли на... То, как сейчас хайпуют между собой фракции горсовета, затрагивает, условно говоря, самых непричастных, потому что сводятся какие-то счеты, вероятно, и так далее, и тому подобное. Политическая борьба. А что творится наверху, вы что? У нас то же самое, что наверху. Проекция та же самая. Правда? Да. Так что я не удивляюсь ничем. Хорошо, эту тему оставили. И давайте поговорим о том, что я так понимаю, что еще не закончился ваш проект, потому что, насколько я знаю, опять же, в одном из интервью, по-моему, газет, нет, радио М, вы говорили, что 23-го, 24-го обязательно будет научная конференция. И она будет проходить уже в музее искусств, который будет открыт к тому времени, или нет? Это происходит почти одновременно, в связи с тем, что, опять же, откладывалась тендерная процедура по ремонту второго этажа АБК «Энергия». На Витбулосе Раниша, я кто скажу, да. Поэтому выставки, запланированные выставки, они будут в октябре. Это те мероприятия, которые открыты и публичные для всех. А я привезу несколько очень известных художников, графиков. Это Оксана Стратичук, Киев, это Роман Романишин, город Львов, выдающийся график, который преподавал в Японии, в Китае, в Польше и так далее. Фотограф Валентин Карминский, плюс это экспозиция виртуальной реальности, дополненной реальности. Все это будет в этом помещении, которое мы условно назвали музей Мистет Славуточа, понимая, что это отдел музея Славуточа. Ну, я объясню тебе зрительно, если вы были в прошлом году на выставке, то это там, где транслировались, вот картины были вывешены, художников на втором этаже Дома культуры энергии. Правильно? Да, там были Крышовские и Прахов. Да, и Прахов, да. Да, спасибо, что помните. Сейчас это будет все уже облагорожено, направленный свет, направляющие подвесы для картин. Ну, уже, ну, совершенно прилично привести художников такого уровня. Плюс два концерта. Как ни странно, но в этом тоже есть семантический сюрреализм. В программу резиденции включены концерты классической музыки. В эту пятницу в концертном зале детячей школы Мистетс будет концерт выдающегося нашего молодого, но уже выдающегося пианиста Романа Лопатинского. Нам удалось его между Ницей там и еще одной за границей выхватить, привезти сюда. А потом через неделю, 24 воскресенье, там же в детячей школе Мистетс будет концерт клавесинистки. То есть исполнительницы на клавесине Натальи Сикорской. Таких мастеров вообще в Европе по пальцам пересчитать можно. Она приезжает со своим инструментом. В 1802 года изготовления из Великобритании заказывался старинный инструмент, музыка барокко. Но мы посчитали, что для Томограда, которому 34 года, исполнять музыку барокко это сюрреализм. Ну это да, это интересно. И научно-практическая конференция 23-24 призвана ввести в научный оборот нашей практики. То есть мало того, что мы там включили, просветили, показали и так далее. Главное, чтобы искусствоведы, историки культуры, теоретики культуры нашли правильные слова. Дали этому правильное объяснение. Чтобы потом это осталось, так сказать, в научных аналах. Этот опыт славутичи, который традиционное искусство, живопись, графику, фотографии в какой-то мере, уже соединяет с виртуальным искусством, дополненной реальностью, медиа-артом. Это очень интересный опыт. Вот в Украине соединение, синтез таких направлений очень редко происходит. Ну в последнее время я не знаю такое. Обычно специализируются на чем-то одном. Мухи отдельно, котлеты отдельно умные, красивые. А мы пытаемся все это соединить. А город у нас такой, у нас же получается что? У нас и традиция, и инновации, и технологии высокие, и шлейф трагедии, и желание ревитализации. У нас тут все соединено. Хорошо, понятно, более-менее понятно. Мало того, я еще допомню, вы забыли сказать, что в это воскресенье Виктор Павлик, вероятно, все, что на площади. И, кроме того, в субботу в Северской Клинуде это все тоже под эгидой. А, правда, тоже другого фестиваля, это не вашего. Видите, я забыл. Голден Фест начинается на этой неделе. Но это такая небольшая рекламная вставка. То есть, получается, вот Голден Фест, он как бы немножко разрывает вашу резиденцию как бы на две части. Но мы же подробно узнаем, когда начнутся выставки, когда откроются выставки. Я не думаю, может быть, научная конференция, она не столь интересна будет и телезрителям, и славучанам. Ну, публично, публично нет. А выставки, да. Открытие музея, да. Да, открытие музея. То есть, вы планируете его в конце октября обязательно провести? 25 октября мы должны отчитаться все кураторы арт-резиденции. Отчитаться результатами перед Ниной Григорьевной и коллективом отдела культуры. Хорошо, в принципе, более-менее мне становится все понятно относительно. Вот какова судьба этого музея? Вот вы будете регулярно сюда привозить выставки? То есть, они там будут раз в месяц меняться или так далее? Или мы открыли под это дело, закрыли 25-го числа, и на этом малокультурная столица закончится? Вообще, свою судьбу вы связываете со славучим будущим или вы возвращаетесь в Киев? Малая культурная столица – это такое же звание, скажем, как президент Украины. Это на всю жизнь, да? Бывших не бывает. Да. Вот. В общем, это уже будет другая малая культура. Но мы же первые были. Причем мы были два года, в связи с карантином отложили на год, и мы два года назывались малой культурной столицей, и теперь это навсегда, потому что 20-21 у нас есть. Да, да, да. Вот это вот хитрый ход, я не знаю, то ли организаторов, то ли пандемии. Солович будет единственный город, который был два года подряд малой культурной столицей. Ну, а теперь же мэр говорит, что мы малой световой столицей культурной там будем, малой. Скорее всего, я это слышу впервые, хотя мэр на что-то намекал. Я в интервью прочитал очередной. Даже так, да? Да, конечно. Спустя два года один из вопросов получает ответ. Представляется, уже точно будет. Уже точно, да. Ну, в принципе, привезти, может быть, и не обязательно художнику работать здесь, а можно просто привезти свои картины, свои фотографии, просто сюда привезти транспорт. Ну, учитывая то, что музей-то инновационный, и, может быть, впервые в Украине започатковываются цифровые фонды, это значит, что пополняться он может постоянно. У нас этот выставочный зал как демонстрационный, потому что все собрания, все коллекции виртуальных скульптур, фотографии, видеозаписи, медиафайлов и так далее, их же не разместить на бесконечно большой площади. Таким образом, у нас есть как шоу-рум, выставочный зал, просмотровая комната, где можно прийти и с сотрудником музея, значит, пообщавшись выяснить, а что можно просмотреть за этим компьютером, в этих очках 3D-реальности, кроме того, что висит на стенах, так сказать, как временная или часть постоянной экспозиции. Ведь фотографии и работы графика мы передадим физически, а вот VR и медиа-арт мы передадим в цифровом виде, и это тоже нужно будет необходимым образом обработать музейно, придать этому инвентарный номер, ну, как бы фонды наполнить. То есть, видео-арт это будет передаваться, и оно будет постоянно накапливаться, да, то есть от выставки к выставке количество, ну, как книги в библиотеке, нужно будет посмотреть это, 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 или там через год, но я в прошлом году услышал, что не было времени, и я могу прийти и посмотреть это видео, да? Ну, конечно. А вот картины и фотографии, это будут такие сменные, как бы сменный антураж, вот привезли, показали и увезли. Да, как везде, и по Киеву идет ротация выставок, да, конечно. Сразу вопрос, а продаваться картины и фотографии будут? У нас город специфический, вдруг кто-то захочет. Ну, насколько я знаю, это учреждением музейным не разрешена такая деятельность, потому что здесь, как бы, то, что уже с инвентарным номером, уже не было. Нет, я имею в виду то, что привозят, показывают и увозят, а то, что видео, это понятно, что нет, да. Вот, ну, вы же привозите какие-то картины, а можете увезти на одну меньше, потому что ее оставили в словучили, продали или подарили кому-то. Такой вариант возможен? Это я как теоретически спрашиваю от имени всех телезрителей. Ну, конечно, потому что авторы могут сделать реплику, с фотографией можно отпечатать копию, ну, такого же качества. Так работает арт-рынок, пожалуйста, конечно. А для чего они все это делают? Ну, только ли для своих художественных рефлексий? Ну, да, что-то оставить о себе на память в городе. Я думаю, что это было бы тоже интересно, хотя город наш маленький, но, тем не менее, это малая культурная столица Украины. Поэтому рекомендую. Ну, до финала, такого естественного финала или физического финала осталось совсем немного. Фактически только Golden Fest, который вот на этой неделе, и вот непосредственно то, что будет происходить в конце октября. Так что поторопитесь, понаблюдайте и обязательно посетите. Спасибо большое вам за наш разговор. Я думаю, что это было интересно всем. Кроме того, мы его разместим обязательно в Ютубе, и вы его сможете посмотреть и в интернете. А мы его возьмем как экспонат цифрового музея Славутича. Да, вот это будет один из первых номеров вот в этом библиотеке, в музее нашего города. Еще раз спасибо. Спасибо. Спасибо.